Субтитры делал DimaTorzok 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 Далеко, за деревьями, реально далеко Находится футбольное поле, футбольное поле огромное И как раз там будет проводиться сегодняшнее открытие И в последующем там будет проводиться кинг-карта про тупи неба Мы расстанем экран, расставим грехица, такие стульчики, да, хоть на земле Будет экран, там же опять будет проводиться барбекюр Вопросы? Вопросы? Да, делал дрова! Ой, пришла Изя, я забыл, что говорить Изя, уйди! Ну ладно, идем Я шучу все-таки Смотрите, что у нас по тусям и децибелам в Восточном. Мы с вами живем в отеле. Наш корпус, где основные все живут, он при входе и сразу налево. Наш вид первый этаж, часть второго и немножко третьего. Первый этаж тусовочный, то есть там можно шуметь. Совсем шуметь? Толонку на полную мышь. Потому что есть тут также обычные посетители с маленькими детьми. Так что шуметь можно, но осторожно. Что касаемо прогулок по территории, гулять можно везде. То есть вся территория, она ваша, гуляйте или хотите. Детей говорю сразу, здесь много. Здесь гимнастки, и просто дети, и просто дети, еще. Вот. Если вы увидите ребенка, и ребенок к вам подходит, типа, ой, Лешечка, здравствуйте, дорогая. Да? Там убегать уйти ребенок не надо. Потому что там далеко стоит и у мамы. Которая потом устроит всем веселую. Свету. Да. Опять же скажем, здесь не правила простые, точно так же, как на обычной пулевом слофе. Да? То есть прячем сразу хвосты. Желательно, вообще убегаем. А с ним подальше. Ну сразу убегать бесполезно, потому что дети воспримут это за игру и погонятся следом. Проверенный способ, извиняюсь, что перебиваю, вот только что сейчас выгуливали плюшку. Проще всего было отвлечь их внимание. Дети, давайте сфотографируем вас, где ваш вожатый. Они сразу же позвали, сфотографировались. Вожатые, я попросил, говорю, нам работать надо, детей как-нибудь там, это самое. Все, она их уже повела в другое место, мы спокойно ушли с плюшкой. Без беготней, без суеты, без оторванных постов. Ну вот такой вариант, реально убежать просто-напросто в номер, я сейчас так на прошлый раз сидел. Дальше, что у нас по поводу тусовочных зон. По всему периметру нашей территории есть беседки. Они платные. Стоимость они не платные. За, скажем, пребывание в этой беседке бесплатно, некоторые уже в курсе, кто вчера приехал, штрафуют. Штрафуют намного. Полтора тысячи больше, да. Это Бронич, карта там, по-моему, другой. Вот. Но есть беседка, беседка или беседки, вот в той, в дальней части парка, вон там же. А вон там же есть беседки. Вот. Карта будет в буклее, переживайте. Если что, кстати говоря, огромная карта еще есть, вот рядом с центральным корпусом. Вот. Вот и новая эвентарий. А, уже расставишь? Ну, я взял. Это карта. Если что, давай вместе с... То, что он ходит в... Ну, непосредственно в оплату. Вот. Тем не менее, можно ассоциироваться. Многие спрашивали по поводу купания кофе. Я скажу вам как. Купаться официально нельзя. Нельзя почему? Потому что у них нет спасателей. Нет агритации на это. Но вы можете купаться, но если вы утонете, то это ваша вина. Вас еще оштрафуют. Да, вы утонете, это ваша вина, вас еще оштрафуют. Так что... Кто утонет, больше купаться не будет. Кто утонет, больше купаться не будет, да. Просто не приходите жаловаться. На месте пляжек. Пляжек там, да. То есть, лежаки и пляжек, это все, оно работает, играет. То есть, вы играете, господин. Вы можете пойти взять лежачок или подлежать. Просто красота. Так, что у нас еще по поводу тусовочной зоны? Смотрите. Вот тут вот корпус. Вот он стоит в окно вида. И, по-моему, корпус еще вон там есть. Это супер-премиум, там, бла-бла-бла-бла-бла номера. Вот тут шуметь вообще. Вот как это называется? Идем ночью, идем аккуратненько. Прям аккуратненько. Где мы с детьми? Затем отвечаем. Затем отвечаем. Затем отвечаем. Затем отвечаем. Шуметь. И мы разговаривали с охраной тоже. Шуметь и реально там развлекаться можно. Вот первый круг у нас здесь, да? Вот там есть второй круг. И там тоже есть причал. Там земляк. Да. Вот там, скажем, тусить, шуметь, кричать. Вас там не тушь, потому что там нет шумных номеров. Вчера уже проверяли. Все было хорошо. Вот. Люди проверяли. То есть там тусить. Так. Что я еще не сказал? А вы хорошо проверяли? Бассейн. Слав, про бассейн скажи. Бассейн. И надо шапку и тапку с собой иметь. Ну, да. По-другому никак никого не пушит. Но это статап. В хелиопарке. Работают они до десяти часов. В хелиопарке, помните, была баня. Каждому крючку дается такой конвертик бумажный. Бумажный конвертик нужно вот там. С шапочками сами есть. Которые все подключат. Все в номерах. Да. Фри-бар. Ой, фри-бар, господи. Да. Мини-бар в номерах. Ну это, разумеется, за доплату. То есть, скажем, мой совет желательно просить, чтобы вы не вынесли. Ну, кто бить не будет. Вот. По-опытнику. А то потом... А платечка платная или без? Она стоит... Платная. 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 То есть мини-бар, просто не троги. Ну, если есть, то потом с него закладишь, то можно. Мы его можно просить вынести, чтобы загрузить своим. Да. Но после того, что заканчивается, где мы можем какую-то бодер взять или еще что-то? В коридоре стоят бодер, там написано над ними, набираясь бодер отсюда. Да. В центре зала. Так же есть еще вот, где рецепция, есть бар. Бар хороший. И вот там не покупайте. Одна бутылка вас унесет, я проверил. Серьезно. Далеко не от 9 раз дались. В принципе. Сейчас же все позиционы покупают. Да. А? Наши бары. Честно? Не знаю. Я не знаю. Там не дошел. Крома не дошел. У меня вопрос. Там детально причал, где мы посещали, там есть еще какое-то помещение. Не понимаете, это бар или это... Бизет на который? Летний бар. Нет. Летний бар. Вы туда можете прийти? Можете? Ну там, по-моему, иногда проводятся... Я вот не знаю. Ну там, да. Там иногда могут быть банкеты, звадьбы и так далее. Потому что как бы я тоже... Ну, спрашивай. Смотрите. По ситуации. Так. Давайте смотреть дальше по поводу ивентов. Так. Регистрация прошла. Я следую. Фуренция еще раз. А? Значит, смотрите. С 21.00 до 22.00. Ну там, плюс-минус полчаса-час. Будет открытие. Официальное открытие русскуренции на футбольном поле. По карте можно найти, как от него пройти. Там не ошибетесь. Он реально огромный. Его сразу видно. Вот. После открытия будет кемпфайр. Кемпфайр это что? Это ямка. Хорошая, красивая ямка. С дровами и огнем. Вот. И вокруг него можно тусить. Кемпфайр это наша территория. То есть мы там реально можем тусить. Музыка, все что угодно. Но, опять же, не превышает. Потому что поле, недалеко от него находится, скажем, жилой корпус. То есть развлекаться можно. Музыку слушать можно. Но, опять же, не бумбокс на полную громкость. Вот. И, собственно говоря, кемпфайр по расписанию до трех ночи у нас. Но там, по факту, кто как быстрее замерзнет. И как быстро догорят дрова. То есть обычно часы. А если никто не замерзнет и надыхается до утра? И сам полезет дрова, да? Да. То, ну, тут запрещается. Слушайте, гулять можно пусть всю ночь. Я правило объяснил. Главное, шибко, сильно не шуметь в определенных зонах. А так, пожалуйста. Дальше, по поводу детской площадки. Это, может, скажем прописная истина. Я, что-то, на нее акцентирую внимание. Потому что вчера тоже там подошли охранники, типа, уйдите с площадки, да-да-да-да-да. Объясняю. Площадка для детей. Касается плюшек в первую очередь. Плюшки на площадку лазать не надо. Качаться на кочейках не надо. Потому что вы так взрослые люди. А плюшка, это вообще вы... Птичка привет. Пришла троя, только птичка. Да, кстати. Пришел ту стим. Ти. Повторю. Орать. Кричать и слышать музыку можно на том причале. Рок и на футбольном поле. Что ты говоришь? Понятно. А в любых других местах? Первый этаж. На первом этаже. Там можно шуметь, можно тусить. Второй этаж буферный. Третий этаж тоже нет. Здесь тоже тусить не желательно. Потому что здесь супер, супер, вип корпуса. Где живут супер, супер, вип люди, которые не нравятся шуметь. Вот тут, короче, первый воздух. Там второй. Там шуметь на пляже можно дорослить. Там далеко, там никогда не слышно. И так далее. Но, опять же говорю. Основная тусовочная площадка это кемпфер на футбольном поле. Тогда, скажем, переключиться все проведено. Так что, если вы хотите, устроитесь. Вот. Так, дальше. Что касается, это вот на сегодня. То есть, сейчас вы, когда закончим, расходите, располагаетесь, кушаете. Сейчас скоро будет ужин. Или уже? А, 7 часов. Вот. И в 9 часов мы с вами встречаемся на футбольном поле. Открытие. Открытие. Кемпфайр. И дальше. 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 По поводу четверга. Я не знаю, честно, что в 11 утра проснется. Но тем, кто проснется в 11 утра, приглашаю на свой ивент. Мы сейчас подвесем пушистыми хвостами. Короче, да, ивент такой. Немножко будет теория, но мы будем танцевать. И для тех, кто, допустим, хочет выйти на субботник футденс компетишен, мы с вами получим очень легкую вариацию. Можно даже сделать это как легкий флажмол. Так что подумайте. Я лучше. Да. Я легко. Открытие. Дальше. А меня научишь? Завтра же. Завтра. А меня научишь? Ну да, в субботу не умеешь, но только свою. Я только на 5 сей семье. Вот. Дальше. Завтра же, напоминаю, с 11 утра до 2. Это для художников. Регистрация арт-шоу. Регистрация арт-шоу будет опять же здесь, вон там. На берегу повешенная табличка. Дальше. Потом в 3 часа, с 3 до 5 примерно, на пляже. На том, в Талине. Будет водная битва. То есть там целый такой зеленый интересный. Так что на водную битву рекомендую. Без плюшек. А то они будут мокрые. Скорее на пляже. Вот. Да. Вот. И какие-нибудь шортики, мальчики. Да, может ветер холодный, но в 3 часа там солнце сшпарит. Да и большое. Там, например, жарко. Вот. А там будет уже готово циклная комната. Симонно тричь. Это, короче, по поводу готовности комнаты есть, видите, за новостей. Там это все будет. Дальше. После водной битвы с 5 до 7. Есть любители футбола? Мало. Короче, нет. Один по всему. Короче, будет плюшевый футбол. Оооо. Оооо. А кто в роли мяча? Я. Интересней стало, да, сразу? Да. Все, обязательно все придут. Мы жертвуем, чтобы вам было весело. Жертвуем с собой. Да. И завтра у нас стартует как раз кинотеатр под цветным небом. Голосование мы выбрасывали в чат. Какой фильм там первый? Ну, конечно, мы будем смотреть фильмы все. Ну, в течение трех дней. Пока побеждается. Вот. Кинотеатр будет, опять же, на футбольном поле. Там, когда мы все вместе есть. А сколько? Кинотеатр? С 9. С 9 до 23 часа. То есть, 2,5 часа в поле. Ну и, как бы, само собой разумеется, это Кэнфайп, который будет гореть. Каждую ночь с сегодняшнего дня с 10 до 3 ночи. Здравствуйте. Ну и, как бы, я помню, обещали еще канатную дорогу, да, вот сюда и все такое. Но мы сегодня пытались ломать немножко отель, но не получилось. В общем, канатная дорога, ивент есть. Но он платный. Сколько? 600 рублей в человека. Ивент, главное, 600 рублей в человека и без бурсюта. Потому что там высота, ну, берега проходит на вот эту высоту. То есть, вышоко как бы, да, езд засосало в строку, да, упало, не было на крыле, как бы, ну, нафиг, ну, да. Страховка не покроет. Вот, так что, кто, допустим, надумает, ивент такой есть, ну, как бы, он зависит, будет ли он, зависит от вас. То есть, если кто надумает пройти эту веревочную трассу, то обращайтесь, как бы, ко мне, да, запишем, какие-то люди будут. И тогда все решим. Есть фанаты квизов? Да. Да. Опять же, в пятницу с 11 утра до часу будет квиз. С 11 утра? Да, нет. В пятницу. Вопрос-то какой-то. Ну, я думаю. Кас, ты тут? Он там, Байкеев. Кас! Друзья, там место не пушнуется. Нет, место не поехал. Будет вести кас, но, поверьте, мы вчера читали, дай бог вам. Канадская дорога будет. Где веревочный парк? В веревочный парк. Когда вы идете к футбольному полю, одна тропинка, вот, от корпуса, главного, да, уводит футбольный полю, другая тропинка уводит прямо веревочный парк. Не увидите его, он прямо там яркий. Квиз и настольные фури игры, да, это все будет проходить здесь, в квиз. 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 Вардшоу, то есть в Барселоне, это вторая дверь. Вот она открыта, эта пирамида. Может здесь там будет? Да. Чтобы все подробнее в фотографии, мне также перед каждым вверхом будет выкидываться в группу ВК, в чат, в телеграме, в канал Телеграме. Вот эти, конечно, на ее, друзья. Варсане есть? Уклеты. 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 Уклеты будут через, надеюсь, куранты, на стойке рецепции. Камбуков мы можем добавить. Камбуков не накопили. Вот. Дальше. И так, в порядке, с пяти до семи вечера плюс игры. Плюс игры будут проходить, прямо вот точнее, скажем чуть позже, мы сейчас разговариваем с отелем, разрешат или нет. Вон там. Короче, когда вы ходите из главного корпуса, если вы пройдете немножко вперед, пройдете налево, там будет такое большое здание. Спорткомплекс, он на карте основной, да, на наших буклетах вам как игровая, там же там написано. Что там написано? Что там написано? Развлекательный центр. И спорткомплекс он там рядом, да. Вот. Там как раз большое помещение с батутами, с большим боулингом, с таким мячиком, вот такими кеглями, с видеоиграми. Туда можно прийти, в принципе, когда вам угодно. То есть, это тоже более стоимость. Кроме видеоигр. То есть, все, что в видео, да, это нужно там доплатить. Все батуты, все остальные развлечения, это все, пожалуйста, прыгайте и так далее. Да? Развлекательный корпус там. Дальше. Дальше. А, да, кстати, вот там же, где игровая зона, да, за ним, находится прокат великов, причем велик и любые. Начиная от таких, которые там, как это называется, прокручивают. Детские. Детские. Начиная от детских, где заканчиваются такими вот колесами. Так что это тоже все твоя стоимость. Берем. Не все. За некоторые придется заплатить. Которые большие штаны? За них 500 рублей, за спортивные 400. Какие-то из них бесплатные, но я так и не понял, какие. Есть бесплатные, но непонятно, какие. Есть бесплатные, но непонятно, какие. Дайте мне бесплатный велик. Все, и поехали. Все. Все. Удачи вам там снизу. Сапелка. По поводу субботы. По поводу субботы. Субботы. Убери свою морковку обратно. Убери свою морковку. Убери. 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 После 14 до 15 закрытия арт-шоу, закрытие арт-шоу будет проходить в самом арт-шоу. И потом, когда вы сюда заходили, наверняка заметили, что сбоку есть такие ступеньки, куда-то наверх ещё. Это главный зал, главный большой актовый зал. В нём будет проходить само закрытие, аукцион и футанском пятишке. Зал большой, скажем, вместе со всем. Собственно говоря, это всё. А про моего имена не сказали. Кстати, где он будет проходить? Да. Дорогой, прости. Сейчас. А, блин, а вот тут нет. Пушистые эмоции. Короче, да, есть ещё один элемент, называется «пушистые эмоции». Он будет проходить, он будет в той же локации. То есть, большинство ивентов, которые крафтовые или что-то ещё, они будут сидеть здесь. Перед каждым ивентом, я же говорю, будет высылаться уведомление в телеграм-канал о ВК в группе. И ещё есть маленький такой нюанс. Если к вам, там не знаю, мало ли что, какой-нибудь подходит житель, там, из другой мини-фы, хьюман, и начинает какие-то бочки. Типа, Хэлли, ты такой цветастый, пушистый. Бить ему табло не надо. Пожалуйста, пожалуйста. Я вас очень прошу, не надо бить табло. Позовите, пожалуйста, боргов. А, девушка может. Позовите боргов, скажи, мы решим эту проблему всё. Дальше. И также, если какие-то проблемы с сатаной, тоже скажи, покровать там, наезжать на них в ответ тоже не надо. Лучше, если сами не можете ситуацию разрулить, обращайтесь к вам. Всё. А наших охранников нету? Наших охранников нету? Наших охранников нету, те, кто с чёрными ленточками были? К сожалению, все нету. Мы охранники. Сан, скажи ты! Скажи ты! Отлично. Вот. И я вам, чтобы у меня маленькая форма, пожалуйста, ну, если кто-то там из ваших друзей ещё не приехал, донесите до них информацию. Сделайте, пожалуйста. Пев, а гидер-сд или как там делать? Подарки? Не знаю, что здесь есть. Всё, вот, это здесь. И после ужина... Да. Пять. Пять. Через полчаса. И после ужина, ещё раз говорю, буклеты с расписанием и картой, они будут уже на стоите регистрации. Всё, спасибо за внимание за внимание. Ну чё? Разбитие алкогольных напитков куриенов на территории. Санжонный алкогольных напитков куриенов на территории. На причале можно. Вот тут можно. Соник, где есть, да, но в микробовом техническом области нежелательно. На ступеньках, при входе, ну в принципе можно, даже до мировой охраны. Курить можно, конечно. Курить можно только где есть урна. То есть, понимаешь, вот какая-нибудь деснахрессия. Я видел урну на детской площадке. Около... Около этого. Главного входа есть урна, да? То есть, ну в чем? Ты можешь курить там, но пройти 200 метров до этого здания курят и не можешь. Ну, если это делать, то есть, как я делаю. Ты можешь. Выпить можно везде. А выпить на балконе можно? Слушай, знаешь, вот сейчас скажу, не знаю. Курить на балконе нельзя. Вот категорически. Причем, очень забавная ситуация. Кто-то мне рассказывал, на балконе есть пепель. Ну, прыгнешь, да? Ну, прыгнешь, да? Ну, прыгнешь, да? Нельзя. Бейпить, я думаю, ум. Бейпить дыр можно. А вот еще, говоришь, типа, ну... Просто, если вы знаете, можно и говорите, нельзя. То есть, от общественных мест, перед бегом отходишь, и можно уже по закону вообще... Ну, ответы, они имеют право закрывать собачки. Ну, это пойма. То есть, если... Не знаю... Если вы, допустим, сомневаетесь, можно здесь... Вот, допустим, вы... Наши скобеечку, да? В селе. Вы не знаете, можно чуть-чуть ее взять и... Есть вот, как бы, охранник, которая чисто охрана отельская, она пенсирует часто. Их тут много, они почти везде. Вы можете к этому не спросить. Вообще, скажем, вот, не знаю. Я, допустим, купил бутылку в баре, сел на ступеньки, спокойно выпил, будто бы он пошел. То есть, мне ни по слову не сказал. То есть, как бы, как таковых, жестких, прям, нет, у нас не было. Но, это российцы, либо самолет. Ну, беседки, да? А? Снимайте. Беседки, да. Беседки, да. А, нет, про беседки я же сказал. Беседки, да, на территории их много, но они классные. То есть, сидеть там и кушать нельзя. А, сейчас, да. А, сейчас, да. А, сейчас, да. А я вот спокойно шел с бутылкой пива гаража, и мне вообще не так сложно. Если бы я тебя пил, мне аппетит, и вообще сложно сказать. Да и пушить можно, да. Ну, вот, правильно. Еще один такой момент. Попись, пожалуйста. Ребят, минутку внимания. Во. Я забыл, что такое. Крест. И, еще раз скажу, мне обозначу две точки, где бухать, речами развлечаться можно. Этот речал на том бляже и футбольное поле, где кампфайр. а про плюшки про обращение с курсютами будет новички есть в первый раз проведена всякий случай в избежание он вас не увидит тем более допустим не забит кто маленького роста вот так подними голову ты меня видишь ты меня видишь вот у плюшки угол обзора вот так и глазами вот то есть если допустим вы хотите сфоткаться с плюшкой потрогать не знаю подискать подходит спрашивайте сначала можно или нет если вы точно не знаете что это ваш друг и он вам не раскидывает вот подходит спрашивайте если можно пожалуйста если нет то нет дергать дергать за уши не надо за хвосты тоже это по-моему детям скажу это вот я как же я повторюсь если какие-то проблемы не бойтесь обращаться к оргам к стаффу оргов красные лица у стаффа рыжие вот помогут объяснять решать ситуацию так что хорошего всем офиса и еще это и а и и и